Научная элита, объединившись с бизнесом, обвинила власть в отдаленности от народа. Государство, считает ученые, должно изменить тактику антикризисной политики. По их словам, власть принимает решения и при этом не знает, как в реальности живут люди. Российские ученые-предприниматели считают, что процветающий сейчас кризис вовсе не экономический. По мнению экспертов, финансовый коллапс на самом деле является кризисом доверия, морали и идеологии. Я так понимаю, что это кризис мировоззрения. То есть мировоззрение, то есть отношение к ценностям. Ну, естественно, к ценностям экономическим. Не общечеловеческим все-таки, но экономическим. Что считается критерием успеха? Капитализация компании или нечто другое? То есть вопрос не сколько, наверное, а как? Многие бизнесы и правительства, они забыли о том, как. Для них было важно сколько. То есть если берется конкретный результат, там, например, там, я не знаю, владелец крупной компании, капитализация, которая, там, x миллиардов долларов, то всегда все мы говорим вопрос сколько? И читаем в журнале Forbes сколько? А не надо ли задать вопрос как? То есть на самом деле, а как достигнет этот успех? И только ли ценность успеха в том, что это сколько? А может быть ценность в том пути, который бизнесмен прошел? И какие у него, как бы, были идеи реализованы в этом деле? Вот это немножко забыли. А когда сосредоточились на сколько, то пошли по пути нарушения всех, как бы, уже рисков и правил экономических. Мы говорили, что американские семьи, там, когда они идут в супермаркет, они покупают, там, по 10 кофт, по 10 брюк. А в России мы только одну кофту покупаем. Мы тоже хотим 10 кофт покупать. Вот это вот. А зачем мы хотим 10 кофт покупать, когда они все одинакового и интересного качества? И американец не задает вопрос, как и какое качество. К сожалению, это, да, это возможно тоже есть. Власть мировоззрение не формирует. Поэтому я думаю, что что может сделать власть? Наверное, нужно постараться как-то так сделать, чтобы все-таки интеллектуальные лидеры страны, настоящие интеллектуальные, то есть тот, кто творит в культуре, в науке, в искусстве, чтобы они каким-то образом стали опять уважаемы в обществе и люди на них ориентировались.